Я живу в ужасное время. Нужны ли будут художники через 10 лет? Ты русский, мы с тобой работать не будем. Не знаю, что делать. Профессия, надо куда-то, условно говоря, уезжать. Я ненавижу принцессы. Рисует голых. Ты с детства это рисовал? Нужно всегда делать немножечко больше, чем просят. Русские хорошие компании обращаются ко мне. Раньше такого тоже не было. Что думаешь про нейросети? Если тебе нравится рисовать так же, как нейросети, то тебя никто не остановит. Ты дальше продолжаешь рисовать. Друзья, всем привет. Мы начинаем новый цикл подкастов. Скиллза подкаст с интересными художниками, интересными ребятами, которые относятся к игровой, иллюстраторской, комиксовой индустрии, анимационной индустрии. Поэтому встречайте наш первый гость, художник, комиксист Иван Шаврин. That's what's up, Иван, привет. Привет, Азат. Спасибо, что позвал. Окей. Как дела? Как работа? Прекрасно. На самом деле, работа за последние несколько лет вообще никак не поменялась. Поменялись, ну, если того, что 2022 год принес, это, возможно, какие-то выплаты. А в остальном, в плане занятости никаких паровисов не было. Ну, смотри, вот очень-очень часто, ну, я такие штуки слышу, там, мне это пишут подписчики, у них есть определенные страхи, что Азат, типа, блин, там вот работы нет, и вот, там, не знаю, не знаю, что делать, там, профессия, надо куда-то, там, условно говоря, уезжать, потому что, там, в России работы нет или для, там, русских художников работы нет. И вот мне интересно просто пообщаться тоже, там, с разными ребятами, понять вообще, что происходит. То есть у тебя вообще там без изменений? Нет, есть другая тонкость. Я заметил, что стало больше обращаться русских заказчиков. Русские хорошие компании обращаются ко мне, раньше такого тоже не было. Я думаю, это связано с тем, что, допустим, в 2021 году они работали с зарубежными художниками, тоже было проще как-то с ними какой-то контакт наладить. Сейчас все с выплатами какие-то тоже блоки, и вот они решили искать среди российских авторов, каких-то себе ребят, с кем можно поработать. И вот поэтому несколько было заказов в России, тоже так решил поэкспериментировать. Почему нет? Это компания, которая занимается издательством комиксов, или это иллюстрация для каких-то гейм, гейм-проектов? Один заказ большой был, ну для меня большой, на ДМТС. Мы там сделали несколько рекламных баннеров, и они их потом в Москве распечатали, в парках была выставка. И я бы не стал с этим связываться, но они сказали, вот нужно все, что ты сделаешь, у нас есть такое ТЗ, и мы тебя править не будем. И по сути я сделал все три проекта, три головы с комиксом внутри. Никаких правок не было, все распечатали, я получил вообще кучу удовольствия, и нормально по деньгам важный вопрос. То есть они адекватно оценивают труд, и в принципе заплатили очень хорошо. И второй заказ был с ВК Геймс. Сейчас, ну, My Games, сейчас их перекупили. Раньше они ВК принадлежали. Сейчас, по-моему, какая-то другая дочерняя компания, что-то у них там перед арбасой произошло внутри. Компании сейчас не знаю, кому они принадлежат, но до этого я заключил контракт с ВК. И то есть для них тоже делал арт. Я так понимаю, что, наверное, раньше они тоже обращались с загребежным автором. В плане работы, я думаю, есть. Есть работа. А, ну окей. Ну, условно говоря, у тебя там где-то стало чуть поменьше, где-то стало чуть побольше. Вот правда, поменьше вообще не стало. То есть нет такого, что все такие, ты русский, мы с тобой работать не будем. То есть как ты на национальность вообще ни разу такого вопроса не стояла. Слушай, у тебя такого не было. То есть типа, чувак, извини, мы с тобой там тебе выплачивать не будем. Даже у моих знакомых, с кем я общаюсь, они в разных среде. Ну, художники, там кто-то колорист, кто-то еще в какие-то работает в индустриях. И ни разу никакого вопроса с этим не возникало. Ну, круто, круто. У меня просто была одна подруга, которая работала с канадцами. Они сказали типа, извините, там все, мы с вами вообще прекращаем. Ничего не выплатили. Даже не выплатили. Какая история. Ну, вообще нонсенс. Наверное, просто не хотели платить. Ну, не знаю, там у всех это, наверное, политика. Но вот просто, но это действительно исключение. Это исключение, единицы. И в основном как-то, я примерно твою какую-то версию слышал. Мне кажется, просто это настолько нишевая индустрия, чем мы занимаемся. Она широкой, широкой огласки у нее нет. И поэтому нет смысла делать какие-то исключения для нас. Не исключения, наоборот, как-то нас от проектов каких-то... Никто же даже титры не смотрит, кто занимался над каким-то анимационным проектом. Там полно русских фамилий до сих пор. Субтитры делал DimaTorzok Расскажи, на чем сейчас работаешь? И как ты вообще строишь свою деятельность? То есть ты берешь там несколько заказов, параллельно их ведешь до определенных дедлайнов? Или ты берешь один какой-то пак, например, заданий, и тебе пишут, типа, Иван, у нас там задание, ты такой, я освобожусь через месяц. Или у тебя несколько задач, ты их распределяешь по времени, дедлайны не суперстрогие, и ты их там как, собственно, по вдохновению как-то делаешь? Ну, не по вдохновению. Действительно, несколько задач в разных направлениях. Сейчас, допустим, делаю Magic the Gathering карты. То есть они говорят даже какие-то дедлайны свободные. Спокойно успеваю, могу еще какие-то свои проекты параллельно вести. Что-то еще, допустим, брать на будущее. Кто-то напишет, скажу, освобожусь с такого часа и спокойненько доделаю. То есть каких-то сейчас больших проектов, чтобы нужно было его успеть к такому-то числу, я не стараюсь не брать. Последние полгода или уже 7 месяцев все это длится. Как ты вообще эти 7 месяцев как-то жил? Слушай, постоянные вопросы. Ты либо художник, либо исполнитель. И вот как исполнитель, я уже говорю, работа никуда не отстегнулась, тебе нужно выполнять какие-то определенные вещи. А так как ты еще себя мнишь иногда художником, и твоя вот эта творческая личность, она часто склонна рефлексировать на все происходящее. И, ну, естественно, как-то приходилось на это все реагировать. Иногда даже у меня постоянно есть какой-то мой личный проект. И я даже не ожидал, что оказывается на него влияет то, что со мной происходит извне. Если даже посмотреть мои прошлые работы, то, что я делал в этом году, я уже не могу что-то взять, отстраненное нарисовать. У меня уже какой-то внутри головы контекст. Этот контекст накладывается на творчество, то, что я рисую. Поэтому не могу сказать, что совсем вот этот полгода на меня никак не повлияло, естественно, как и на всех, естественно. Слушай, а по ощущениям? То есть было там тревожно или, не знаю, там ты не мог... Я вот слышал, слышал такие истории, тоже там общался с нашими коллегами-художниками. Они вообще там какую-то часть времени, неделю просто там лежали, вообще они чуть... Ну, лежали там, читали новости, смотрели, вообще ничего не могли сделать. То есть как это было у тебя? Вообще, наоборот, только в работу все это уходит. Ага. Так спокойнее, так ты знаешь, это как вот мелкая моторика рук. Ты просто успокаиваешься, знаешь, что нужно делать, и это делаешь. Мне кажется, это самый нормальный был способ тоже психологически справиться. Я стал, например, больше рисовать. Я прям намного стал больше рисовать, и особенно в последний месяц. Я за последний месяц нарисовал больше, чем, ну, не знаю, за год. Ну, это я так по условному говорю, ну, каких-то творческих своих там скетчей. Вот то, что я люблю делать, там, свободное вот преподавание, какой-то организационной работы, организаторской работы. Поэтому я с тобой полностью согласен. Что бы ты мог посоветовать вот так вот там другим людям? Как справляться? Вот, например, вот что-то произошло, как справляться с тревожностью? Как, не знаю, там, не читать новости круглыми сутками? Ну, прям круглыми сутками, конечно, читать их не стоит, но быть в курсе, наверное, надо. Совсем отстраняться от этого не стоит. Опять же, если ты художник-автор, то ты точно будешь читать новости, будешь на это как-то реагировать, что-то рисовать. Многие тематические какие-то арты рисуют. Все, что у них внутри, выплеснули. Увидели какой-то фидбэк. Потому что люди могут испытывать то же самое, но не могут это так рассказать, объяснить, показать. Они с этим согласны, чувствуют солидарность. Чувствуют люди какую-то общность. Поэтому, когда ты, если что-то действительно есть искренне на душе, ты хочешь это нарисовать и поделиться с миром, это хороший способ как раз и расслабиться, хотя это сложно, так сказать, расслабиться, ну, почувствовать единение, что ты не один. Это уже как-то выводит из психологического ступора. Какая-то часть вопроса была, на которой был ответ. Ну, то есть, условно говоря, рефлексировать через творчество. То есть, если тебя беспокоит какая-то тема, ее можно обыграть, обрисовать. И вот как-то вот она... Да даже нужно, конечно. Нужно это выплеснуть. Ну да. У меня потому что вот так не работает. То есть, я как, знаешь, как какой-то... Раньше были музыканты Барды, короче говоря. Там 60-е, 70-е. Не знаю, какой-нибудь Юрий Висборг, который вот, чтобы не происходило вообще там в мире, он там где-то там про леса, там про какие-то горы. Там вообще там никакой актуалки. Я думаю, он делал это не специально. Вот просто вот он такой. Это у меня вот такая... Я вот сосредоточен на рисовании человека, и меня просто отпускает, когда я рисую. То есть, вот просто это как какая-то мантра такая история. Я как-то, не знаю, хочу... Может быть, даже и не обязательно высказываться, но вот меня просто отпускает, когда я рисую. Просто сам процесс. Ну, как вариант, как дополнение. Хотя я, ну, я вот, например, преклоняюсь перед людьми, которые могут изобразить то, что их беспокоит, и описать эту тему в какой-то графической манере. Я так просто не умею. Может быть, еще и поэтому. Даль, на тебя смотришь ты как, ну, знаешь, остров стабильности на самом деле тоже такое необходимо иметь в интернете. Кажется, что что-то творится со всем, что невозможно пережить, а ты показываешь, что это, в принципе, можно, нужно, и действительно надо свою каплю добра и позитива в этом море делать. Ну, слушай, Вань, спасибо большое. Я тоже, ну, ловил такие фидбэки, и мне это очень приятно, если честно, быть хоть в каком-то таком ключе, полезным, и тоже как-то работать таким, не знаю, там, немножко психологом, ребята. Все нормально, все там закончится. Работайте, выйдите из этого всего с неопустошенными, а наоборот с чем-то. Вот и все. Слушай, вот вся эта история началась. Был ли страх, что там вдруг, там, ну, все-таки художники, да, это не человек, у которого там постоянно, например, есть завод, и там всегда есть там работа, тем более, если художник там не в штате где-то, да, был ли страх, что ты, например, работы станет не очень много? Ну, или там потеряешь большую часть работы? Не было. На самом деле было бы здорово иметь возможность, вот как автор самореализоваться… Поменьше работать, нет? Да, поменьше работы, меньше заказов, меньше работы, ты доводен. Нет, вот именно быть как автор и сам отвечать за свою самореализацию в финансовом плане тоже. То есть не искать постоянно заказчиков, а, ну, примерно расширять аудиторию и делать какие-то свои, ну, Зины, артбуки, став, любой мерч. И действительно, если как расширяется аудитория, расширяются потребители, и ты можешь, получается, это тоже реализовывать финансово. Я этим не занимался, я просто предполагаю, что если ты как художник, и ты боишься, что ты можешь потерять каких-то заказчиков, есть другие альтернативные способы, расширяя аудиторию. Ты задумывался об этом? Вот, например, я просто все время, все время вот у меня встает светлый образ Ким Джун Ги, царствие ему небесное, потрясающий художник, если вы вдруг не знаете, погуглите. Знаете вы, знаете. Да, но я надеюсь, знаете. И по мне он выстроил свою творческую жизнь просто потрясающе. То есть в том плане, что он, во-первых, сам сделал себя. Я не уверен, что он где-то там очень сильно учился в каких-то академиях. То есть он там где-то там, по-моему, два года поучился, где-то еще, ну, еще сколько-то поучился. Потом он сам в академиях преподавал, ну, как бы без всего вот этого. И он занимался, ну, по ощущениям, так, процентов на 80. У него были заказы и так далее. Но вот как мне видится, все вот эти творческие работы, все вот его вот эти потрясающие графические холсты, которые он делал без предварительного эскиза, там, из головы, да. Это, ну, то есть мне кажется, это просто мечта для любого художника. И востребованность в то же время, да, его там приглашают на фестивали. У него куча артбуков, которые я вот сам, когда ездил на Мальту, я с ним там лично немножко пообщался. Мы его приглашали, на самом деле, на Скеллзотфест. Он должен был состояться в каком-то, в 2019 году. В общем, рубанулся ковид, и здравствуйте. Мы его перенесли, перенесли, и как мы оказались, как мы оказались здесь вообще, как мы оказались в этой точке. И я сам купил пять артбуков у него сразу же. Три в московскую студию, два в питерскую студию. В общем, там ребята смотрят. Подписаны? Да, подписаны, да. Подписаны его, у него там, у него прикол, что он на каждом экземпляре рисует какой-то аутентичный арт. То есть это всегда какая-то интересная такая картинка. Он поэтому делает такие обложки пустые, чтобы прям смотрелось. Ну, каждая обложка мог, по сути, сам нарисовать тебе персональную. Ну да, ну он там на переплете. То есть там, когда открываешь, там чик-чик, там пустой, там красит. Поэтому мне кажется, это вообще самый-самый топ. Хотя, с другой стороны, вот часто вижу такую историю, что если ты не работаешь ни на кого, значит, ты, не знаю, там какой-то неудачник у тебя, там не заказывают работы или еще что-то. То есть я с таким мнением тоже столкнулся. Ну, а при чем здесь мнение? Это мнение кого-то по поводу твоего творческого пути? Нет, это не совсем, ну не только про меня. Нет, не твоего абстрактного человека, который об этом тоже думает часто. То есть ему важно, что типа у меня нет заказов, и поэтому я не состоялся как художник. Об этом? Тут еще, да, кстати, давай тогда поговорим про это, про социальное влияние на художника. Ты ощущаешь влияние твоих подписчиков, твоих друзей, людей, чье мнение для тебя важно на твои работы? Или ты полностью абстрагирован, и для тебя это вообще не важно? Возможно, я себя обманываю, но мне кажется, что не важно. На самом деле мне как-то... Опять же, если работа, ты работу выкладываешь, и вообще все равно, что думают. Практически полностью. А если ты какой-то свой личный какой-то проект выкладываешь, то ты на самом деле такой, что там пишут, что там как-то, как реагируют. Потому что как вот каждый художник, он и нарцисс, и любит внимание. Сейчас у меня тоже готовится проект на похожую тему. Я люблю делать, вообще всегда мечтал делать мультики, анимацию. У меня сейчас пока два таких анимационных... За последние полгода сделал мультиков, сейчас хотел третий фильм делать. И он как раз про то, когда человеку даешь любовь, просто элементарную, как он на это будет расцветать, как реагировать. То есть там едет серый человек, это должно выйти через недели три хотя бы, не раньше. Мне нужно три недели успеть доделать. Так, просто... Если уже выйдет, мы разбитим ссылку. Хорошо. Да, это небольшие инсайты. Просто человек поднимается по эскалатору, он серый. Ты спускаешься вниз, он поднимается вверх, но он серый, смотрит в телефоне. И ты даешь ему сердечко любви, как в игре. И он расцветает в какой-то персонажа, в какую-то профессию. Я вот думал как раз про профессии. Это люди, которые с самого детства любили и поддерживали. И с кем они потом вырастают. Я вот подумал... В кого получается? В кем? В кого? Я вот такой... Актер? Нет. Актер, которого явно не так кажется. Недолюбили. Режиссер? Тоже нет. Я причем такой думал, ну, читал биографию, и там ужасное детство. Его недолюбили. Какая-то плохая семья. Я такой думаю, ну, Стэнли Кубрик, ну, что такое? Квентин Тарантино. У всех вот этих режиссеров, ну, так получилось, какое-то было сложное, трудное детство, которое мне, естественно, повлияло на творчество. Эминем. У тебя плохое было это детство? Это ужасное детство было. В том числе Эминем, значит. Ну, это я так, это не режиссер, просто... Нет, и певцов, и режиссеров. Я просто рассуждал, мне нужно было 21 персонаж, с кем может стать человек, которому дали любви. И, говорю, среди них мне не довелось найти... Ну, ладно, Билли Айлиш, наверное. Я смотрел парню документалку, и вроде как у нее очень много любви, взаимопонимания среди семьи. А потом, бац, смотришь, у нее какой-то нервный тиграя голова трясется такой. Ну, это откуда? Наверное, откуда-то появилось. Я не знаю. А, видимо, от большой любви. Какое-то... Что-то, да, на нас сильно, очень сильно влияет. В любом случае, родители. Просто, ну, вся... Я недавно про это думал, что вся интернет... Ну, интернет-образы выстраиваемые... В общем, создаваемые интернет-образы... Блин, у меня проблемы... Мы не поговорим. В общем, это всего лишь образы. Мы недавно с ребятами обсуждали, что... Ну, это такая история. Она очень часто не имеет ничего общего в действительности. То есть, например, просто какие-то штуки подаются под каким-то нужным углом. Например, я... Ну, в жизни я... Такой достаточно замкнутый человек. То есть, ну, когда я там остаюсь наедине с собой, я интраверд. То есть, я рисую картинку экстраверту, очень сложно рисовать картинку. Он бы не усидел на месте. Интернет, он требует какой-то вот больше, больше эмоциональности, которая вот из тебя исходит. Короче, будто бы это может не соответствовать действительности. То есть, ты сейчас признаешься, что ты не такой же, как, допустим, в соцсетях, ты не такой же в жизни. Не, ну, конечно, это образ. Ну, то есть, я, ну, я точно не такой. То есть, со мной, наверное, со мной, наверное, сложнее. То есть, я, ну, там, по-любому, в смысле признаюсь, это так и есть. Я не знаю, я тебе... Я не говорю в жизни, там, всем привет. Меня зовут Азат Нургалеев. Там, ну, типа, ну, нет. Мы на улице встречаемся, ты почти так же здороваешься. А-а-а, ну, ну, нет. Нет? Нет, нет, нет. Я чуть поспокойнее. Мы просто, может, с тобой редко видимся. Я тебе, там, всегда, там, очень сильно рад. Типа, там, за полгода, там, или за год мы, там, я успеваю соскучиться и так далее. Ну, типа, как, вот, я сегодня вечером буду встречаться с лучшим другом, например. Он тоже, там, приехал сюда. Мы с ним не виделись, там, полгода. Я прям, вот, я прям чувствую, как, как вот я его встречу, да. Да, если бы мы виделись каждый день, там были более, более, такие нейтральные эмоции, естественно. Вот. Поэтому, поэтому, да, в любом случае немножко, немножко это по-другому все происходит. Видишь, я об этом не задумался, потому что ты действительно каждый день же, ты вот эти вот видео записываешь, ты ведешь какой-то контакт с людьми, и ты, наверное, думаешь о том, какой ты образ создаешь. Я никакого образа не создаю, поэтому просто я нарисовал, выложил, то есть у меня меня с моим лицом практически там нет. Поэтому я не думал о том, что что-то как-то искренне или какие-то образы создаю. Это мы отошли темы, причем от мультика. Человеку дают любви. Да, да. И вот какой он. И потом перешли на те, что, да, актеры создают какой-то образ медийной личности. Может, они в жизни не так счастливы. Я не знаю, у меня такое ощущение, что, наоборот, когда слишком много какой-то успеха, потом народной любви, и опять же, сужу по многим артистам, которые не сталкиваются ни с какими препятствиями, перегорают в творческом плане. Мне так кажется. Вот когда вот уже какой-то определенный успеха есть, тебе уже нечего как бы будто и сказать. Ты слышишь песни, допустим, рэперов, они уже добились. Они спели песни про все низы, про гетто, про то, как они жили в нищете. Спели песни. И потом еще, они поют песни про то, какой я богатый, успешный, и как шикарно я еду на своей яхте по воде. И ты уже и это сказал, а что еще сказать? И будто бы дальше уже говорить нечего. И мне кажется, это уже еще совсем другую стисью и пошел. Ну, ничего страшного. Мы потом опять вернемся к твоему фильму. Именно, ладно, давайте сразу. Про любовь, которую дает человеку. Ну, человек может дать другому человеку, любовь, взаимопонимание. Я просто перечислял для себя профессии, какие могут быть. И среди них, на самом деле, я подумал, что художник вполне может быть. То есть художник – это не всегда, который ищет признание человека. Мне кажется, многие дети прям с детства рисуют. Может на их хвалить, может на их не хвалить. Многим просто нравится это делать. Их прям очень от этого, используя слово, прет. Поэтому я решил, что это именно взаимопонимание может быть. То есть это что-то такое, что необязательно прям находить признание. Многие могут там в лесу сидеть, рисовать и прям кайфовать от этого. С актерством и с песнем, мне кажется, не всегда так может произойти. Опять же, там подискутировать, помыслить. Но там у меня так получилось, никакого певца я не сделал. У меня там есть, допустим, повар, у меня есть дайвер. У меня есть другие люди, которые в профессии могут состояться. Они просто, да, возможно, не медийные. Возможно, тебе тоже не должен создавать образ. Ты просто получаешь удовольствие от жизни делать то, что ты хочешь. Как-то так. Ну, то есть есть такое ощущение, что каких-то больших… Ну, ты просто рассказал там про недолюбленность какую-то, да? Что есть какая-то корреляция между тем, насколько человек, например, недолюблен или там насколько человеку не хватило внимания, и он его как бы добирает уже в каком-то зрелом возрасте через свою профессию, через свою какую-то вот… через свою суперспособность. Там это пение или это, не знаю, там рисование или какие-то режиссерские способности. Ты идеально это сказал. Вот так я так и думаю. Ну, наверное, там вполне возможно, да? Там есть и те, кто просто вот там так прется, и вот там им всего хватает, но они вот просто делают это от того, что они это очень сильно любят, и у них как бы любви становится еще больше. Ну, возможно. Я снимаю шляпу, на самом деле, вот мотивацию иногда сложно найти. И вот мотивация для людей, которых, допустим, недолюбили, там понятно. А когда тебя действительно долюбили, ты живешь в достатке, как и вот вернулись, зациклили эту тему, то потом уже мотивацию творить, что-то говорить сложнее находить. К этому, наверное, я имел в виду. Задумывался ли ты, почему художники становятся художниками? Это может быть какая-то, не знаю, какая-то история с детства, что человека так лучше слышат, может быть, да? Ну, гораздо проще вот прийти, пообщаться вот так, как мы общаемся. И донести свою мысль, чем как бы там сесть, там что-то там сделать, потом показать, типа, смотрите, вот. И вот типа и все как бы сказали, что они об этом думают. То есть можно ведь просто там напрямую скоммуницировать. Это же совсем другой язык, совсем другой уровень общения. Именно как мы с тобой сейчас разговариваем, это просто слова, которые могут быть местами неловко, так какую-то в кашу смолены и выданы. А когда рисунок, часто если это неэкспрессивно, ну, если ты прям вдумчиво этот рисунок сделал, ну, там все сказано уже в этом рисунке. Там тебе не надо ничего переспрашивать, тебе даже не надо как-то комментировать это творчество. Ты просто отправил, и на самом деле уже каждый человек на это посмотрел, сам для себя его уже объяснил. То есть он уже сам поговорил с этим творчеством, не с тобой даже уже, а с тем, что ты сделал. Поэтому, да, это творчество для тех, кто… Ну, именно такого плана, кому есть очень что сказать. Ну, то есть это более емкая и, наверное, более эффективная коммуникация, как ты думаешь, да? Да, кажется так. Прикольно. Без дополнительных настроек. Все, ты уже сказал. Я об этом не думал. У меня вот, мне вот, например, в детстве было, ну, очень сложно просто говорить. То есть я был очень необщительным. То есть я прям, когда приходил в гости, там, с родителем, например, они там сидели за столом, там, тусили, я всегда уходил в другую комнату и там сидел рисовал. Давайте составим список. Если вы такие же в комментариях, напишите плюсик, пожалуйста, потому что Азат описывает историю, как моего детства. Может, мы просто сидели, нам не с кем было в детстве поговорить? Нравилось, ну, самому с собой? Нет, тут история не про то, что не с кем поговорить, есть там друзья и так далее. Просто эта коммуникация по каким-то причинам она не сложилась. То есть она была труднее, труднее для кого-то, да, там, труднее для меня вот эта коммуникация, например. И мне проще было взять, как бы, вот по длинному пути пойти, там, нарисовать картинку и уже там вот, вот там что-то, вот там, чтобы все меня поняли, например, или там не поняли, или сказали, ну, вот как-то прокомментировали, или наоборот, осудили, например. Я там, например, там, хулиган, там, что-то делал там плохое, всегда рисует голых, там. Ты с детства это рисовал? Да, да, с детства я, я помню, не знаю, где-то классе во втором, наверное, посмотрел какой-то американский сериал про умный вертолет. Короче говоря, был такой там, я не помню, как он назывался, там были такие сериалы, где была супермашина, Кит какая-то там, а потом была Гром в раю с Халком Хоганом, ну, типа, постоянно на лодке, да. И вот была с вертолетов, короче говоря. И в одной из серий я ее не смог найти вообще. Я недавно, вот, несколько месяцев назад, я искал эту серию, блин, там, вбивал там. Там, по моим ощущениям, был там парень какой-то, он был то ли аутист, то ли в инвалидном кресле, что-то вот такое, я очень смутно помню. Но я точно помню, как он там что-то рисует, этот главный герой, там мужик подходит, он там, этот главный герой, этот, собственно, был пилот, он к нему подходит и смотрит на его рисунок, или берет его рисунок, а там просто такой потрясающий, ну, такая американская графика, то есть, ну, есть определенный стиль, да, там рисунка, вот такой американский рисунок с такими, там, тенями, так вот набранными, вот как вот сейчас у меня вот такие вот ощущения, потрясающая женщина нарисована, такая просто там в нижнем белье, такой вот, тш-ш, так он контрпост, или что-то вот такое. Я это так запомнил, меня это так впечатлило, то есть, что, типа, какой-то вот просто маленький мальчик, он вроде вот вообще, он ничего не может, но он может так круто, так круто нарисовать, что просто там, не знаю, там, меня это вообще впечатлило. Меня он впечатлил настолько, что эта тема меня там не отпускает, там, по сиденью. Ну, естественно, там, и не только это, там, наш путь, это же, так скажем, путь из маленьких шажков, так скажем, мы там идем туда, идем сюда, идем туда и так далее. По поводу этого анимационного фильма, уже все доделал, все, скоро, скоро, скоро выпуск. Ну, да, еще в процессе какие-то детали, но я думаю, где-то еще недельку. Ну, как мультфильм, я называю мультфильм, он где-то будет минутку длиться, ну, как и предыдущий, для меня это... Я знаю, что такое минута анимации, это просто, просто жесть. Это просто, если ты ее делаешь в одного, а не студии, там, ну, хотя бы 15 человек, то это офигеть. В этот раз я еще друга позвал, он мне там 3D-модельки помогает делать, я не смог на Mac установить программки, поэтому, да, практически вдвоем делаем, но должно получиться классно. Слушай, расскажи, где ты сейчас живешь? Ну, вообще-то прям живешь, сложно сказать. То есть вместе сейчас мы обитаем на, так, в Стамбуле, на острове, Кеннелиада. Слушай, ну, я слышал, что это какое-то такое интересное место, оно прям очень живописное какое-то. Нет? Нет? Нет, вообще шикарно, наоборот, даже слов не описать. Особенно какой контраст, мы когда из Питера вылетали, там, уже, наверное, дней 20 подряд сумрачно, новости читаешь еще хуже, там будто бы уже и вылететь не сможешь, все какие-то, так все нагнетает, нагнетает. Потом такой резкий контраст, что здесь солнышко, тепло, люди довольные, добрые, раздетые ходят, счастливые, мы такие, ну... Да, раздетые мне тоже очень нравятся. Четыре дня здесь пожили, потом нашли жилье на соседнем острове 30 минут на пароме, а там еще расслабнее люди. Я не знаю, как это возможно, там их... Ну, там действительно, по сути, они используют ее как дачу. На выходные кто-то там приезжает, а так остров очень пустой, небольшой. Я его оббежал, рекорд за 27 минут весь остров. Это вообще крошка, ну, практически по ободку, небольшой. Вот, а через недельку-две на другой остров переезжаем, на остров побольше. Он нам понравился тоже побольше. Там именно такая историческая архитектура. Нам сказали, если вы хотите посмотреть, как выглядел Стамбул изначально, ну, изначально, как исторически, то приезжайте на этот остров, остров Миюкада, по-моему, называется. Мы уже туда съездили, посмотрели, прочекали, и он потрясающе выглядит. Правда, очень классные исторические здания, много деревянной архитектуры, мало баннеров, мало рекламы. Там улочки, если чуть-чуть глубь острова уйти, то посмотришь, как живет. Но такое ощущение, что это не прям элита, это то, как ты себе представляешь средний класс, идеальный. Не без каких-то супер сумасшедших яхт, там, квартир вертолетов умных, а именно просто люди живут, у них свой небольшой участок, газончик, свои деревья. И не так много, кстати, глухих заборов, но они есть. Над этим еще надо поработать. Иногда идешь вдоль забора, такой, вы говорите, что прячете, я могу камеру на штативе поднять, посмотрите, что у вас. Ну, красиво, и что? Зачем вы прячете? Ну-ка, покажите мне, что вообще тут происходит, ну-ка, давайте. В общем, психологически очень сильно это влияет на тебя, когда ты живешь на острове. Ну, то есть, ты почувствовал какое-то умиротворение, как-то тебе стало спокойнее, лучше работать. Такой покой, да. Работать, кстати, тоже хорошо работает. Тишина, соседей нет. Вообще какая-то фантастика. Ночью выходишь, и очень спокойно туда ночью выходить. Там электрокары. На этом острове нельзя на бензиновых машинах ездить. Офигеть. Там либо на велосипед, либо электросамокат, либо электрокары. Полиция ездит на электрокарах. Да, мы вроде как рассекретили, там есть две бензиновые машины, это пожарка и мусоровоз. Все, по-моему, больше там ничего нет. Так что там полная какая-то гармония, тишина. И люди блаженные ходят. Я думаю, да, если бы электромусоровоз был бы, было бы вообще весело. Слушай, а какие планы на ближайшие, не знаю, полгода? Или ты не загадываешь как-то вот, что вообще думаешь? Скакать. Скакать. Ну, то есть, назначально ты же себе представляешь на самом деле жизнь какое-то полное путешествие и приключение. А потом ты в этом комфорте, в каком-то своем стабильности увязнешь, вроде говорю, есть постоянная работа, есть постоянный график, куда гулять с собакой, постоянный график на выходных встретиться с друзьями. А в детстве я представлял, что буду много путешествовать. И, в принципе, до ковидного года у нас получалось так реализовывать. А в ковид мы так вообще увязли, так все стало комфортно и хорошо. И мы такие, ну, надо начинать, надо начинать когда-то, что-то действовать, куда-то путешествовать. И этот год мы начинали именно с этой мысли. Поедем. У нас сначала по России, там к друзьям по разным городам съездили, которые мы хотели. Потом должны были как раз осень, весной на самом деле хотели тоже в Турцию поехать или в какую-то из этих стран. И, ну, вот случилось все, что случилось, и мы никуда, у нас не получилось уехать. И получилось только сейчас. И я думаю, будем пользоваться этим возможностью, пока есть молодость, здоровье и деньги. будем, попробуем путешествовать по разным странам, по каким будет возможность. Примерно такая же какая-то история. Я подумал, что можно, можно же как-то и туда съездить, и сюда съездить. В Стамбуле я был, был один раз, там, мельком просто все посмотрел, так вот, там, с туристической экскурсией. А сейчас я понимаю, что, ну, как же здорово просто вот проникнуться, что-то там, вайбом города, погулять не по центровым местам, а вот там по разным райончикам, в разные, не знаю, в улочки какие-то, позаходить, посмотреть на быт, как-то немножко, немножко подключиться к нему. Я вот, например, время от времени учу какие-то новые слова. Мне их надо иногда повторять, но в целом, я вот как-то, там, плюс-минус, как-то это приятно. Ты такой, о, там, что-то тебе там что-то сказали, мне, например, там девушка в лифте что-то сказала, я такой, блин, вообще ничего не понял. То есть, а потом гуглю, типа, до свидания, нет, не то. Ты такой, так, хорошего дня, о, то. Так, сейчас запиши себе, буду отвечать тогда. Потому что, я такой, о, отвечаю вот так, и это смотрится довольно странно. Ну, я понял. То есть, вот сейчас, ну, понятно, что горизонт планирования у всех, там, примерно, сколько там, десять минут, как это в меме было. но сейчас, в общем, план такой, там, попутешествовать, посмотреть, и так далее, да, какие-то новые места, и параллельно там совмещаю, совмещаю с работой. Да, еще, конечно, в идеале ты думаешь, что какое-то место будет связано непосредственно с творчеством. Такой, я приеду, свяжусь тут с турецкими художниками, какими-то стрит-арты замутим. Пока этого не делаю. Вряд ли буду, но вообще здорово было бы каждую локацию как-то для себя зафиксировать не просто фотографиями, а еще каким-нибудь творческим выплеском. Это, опять же, если говорить о идеале. Ну, можно подкаст снять. Например. Все, галочкой. Турецкий подкаст. Слушай, есть еще такая история. Вот я, например, переехал, сейчас, сейчас тоже путешествую, и я понимаю, что я вот сажусь, и я могу с утра до вечера работать. То есть я могу вообще даже не выйти в город, там, не знаю, в магазин, если только надо будет. Все. То есть у меня вот как-то, как было в Питере, там, в Москве, примерно так же и осталось. Как ты совмещаешь и творческие проекты, и рабочие проекты, надо что-то кушать, и в то же время ты говоришь, там, и про бежки, там, какой-то спортинг, значит, да, и я слежу за институтой твоей жены Аллы, и там прям классные всякие места, постоянно новые локации какие-то. Очень интересно. Ну, а как иначе? Ну, естественно, нужно совмещать, чтобы какое-то, что-то давать, на бумаге, надо что-то получать извне, какие-то новые впечатления. Ну, и плюс мы по образованию архитекторы, это вообще невозможно без какой-то красивой, интересной исторической архитектуры. Смотришь, ты, естественно, не знаешь, кто это создал, какой там был контекст, но оно странно, почему находить, допустим, какое-то определенное здание в определенном месте, ты знаешь, что у этого есть причина. Ты можешь себе сам вообразить, не читать нигде, и потом с этой мыслью уже дальше идти, у тебя уже внутри какая-то история есть дополнительная. Поэтому очень-очень здорово здесь. В Турции много историй здесь. Нет, это понятно. То есть, ну, у тебя есть какое-то, я вот, например, не могу вот так вот взять, и, например, так, я там с 12 до 6 работаю, а потом я вот, типа, отдыхаю. Словно говоря, у меня там работа, это весь день. типа, если ты плотно, много работаешь, ты весь день работаешь. Мало работаешь, ты там поработал, а потом какие-то творческие, ну, творческие штуки поделал. Или там какие-то, не знаю, тутеры попилил, что-то для инсты, там, для соцсетей, там, придумал пост какой-то. То есть, вот, как, ну, как вообще ты, у тебя есть какой-то распорядок, режим какой-то, как ты к этому подходишь? Вообще иногда можно достать, только мне надо побегать. Все, встаешь, идешь, пробежался, потом принял душ и обратно за работу. На самом деле, тоже все время, что я не, допустим, не ем и не сплю, я работаю. И вот, и в какой-то момент тоже все, надо просто, как будто бы, что-то подступает, надо съездить куда-нибудь что-нибудь посмотреть. Ну да, ну да, у меня тоже такое есть, потому что, я вот, блин, мне проще, проще куда-то ездить, это, условно говоря, когда у меня есть какая-то рабочая, рабочая мотивация. То есть, это как, на меня это действует, как какая-то индульгенция, что типа, так, это по работе, все нормально, так, я сделаю там контент какой-то, я там, у меня там встреча с операционным директором, там, надо обсудить какие-то вопросы. и ты такой уже, а, вообще классно, мне сложно вот так взять и там, закончить работу. А когда есть какая-то такая, типа, ага, так, это же вот принесет пользу, вот тогда вот, хорошо. Понял, то есть, ты это все рационализируешь, и что была какая-то цель? Да, ну, я не знаю, может быть, это какая-то там психологическая такая история, что типа, не работаешь, например, ну, да, наверное, да, ну, понятно, что эмоции, они тоже там имеют место быть, там, не знаю, вот я сегодня вечером, там, встречаюсь, встречаюсь с, там, лучшим другом, то есть, потому что, и то, потому что, я понимаю, что мне вечером, вечером надо поработать, но он, он как бы улетает, и я не знаю, он улетает далеко, и надолго, и я не знаю, когда он в следующий раз, с ним встретимся, а встретиться я с ним хочу. А сейчас ты не замечал, что работа все равно как-то укладывается потом в итоге? То есть, ты такой, ты знаешь, что ты встретишься, а потом возьмешь ту работу, которую хотел сделать, допустим, три часа, ты потом в час уложишь спокойненько, перед сном, у тебя будет чувство завершенности, удовлетворения. Ты имеешь в виду, что... Ты точно доделаешь, ты сам с собой договариваешься, ты точно доделаешь, ты успеешь. ну, можно так, да. Ну, как там, ты примерно распределяешь, и ты знаешь, что такие-то сроки ты уложишься, поэтому ничего страшного. И можно расслабиться навстречу. Ну да, нет, там по-любому расслабляться надо. Ты когда себе, ну, даешь какой-то такой, такой момент, что типа, вот, давай, типа, иди, не знаю, иди там потуси, иди там съезди, куда-нибудь иди, посмотри. В целом, это реально дает очень большой, там, и эмоциональный, и энергетический заряд. Я прям, я прям вспоминаю, я там прогулялся по городу, и потом я на занятии со студентами просто светился, такой, так, народ, всем привет, давайте, короче, делать вот так, там, да, 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 типа, вот, и это было, это было очень весело. Так что выходить надо. Ну да, ну, согласен. Алла, мы с тобой достаточно давно, давно знакомы, мы не так часто виделись, и я как-то вот больше, больше как бы с Иваном, с Иваном познакомился, а ты, по-моему, в первый раз сказал, что ты архитектор, да? Да, я тогда была ландшафтным архитектором. А, вот, ландшафтным архитектором. И я как-то думал, ну, окей, хорошо, такая вот, там, девушка, техническая профессия, все как-то, как-то сходится, как-то, там, там, все равно много творчества, но это я так, как бы свой какой-то вот этот вот мусколобый, там, вот, взгляд какой-то, но я недавно узнал, что ты, там, художница, художник-иллюстратор, и как это, как это, как ты так раз из ландшафтного, ландшафтного архитектора перешла в художник-иллюстратор, то есть ты параллельно постоянно рисовала, так получается? Вообще нет, я не могу сказать, что я постоянно рисовала, у меня, я занималась, что там, керамикой, как, как хобби, у меня была всегда потребность в творчестве, но рисовать для себя какие-то сюжетные картинки, я этого не делала, я этого не умела, и в детстве особо этого не делала, у меня были всегда какие-то по заданию, натюрморты, построение голов и всего вот этого, наверное, просто в какой-то момент я подумала, что мне просто захотелось в эту тему углубиться, мне захотелось, во-первых, работать из дома, чтобы мы могли куда-то ездить, где-то путешествовать, не зависеть от места, вот, и вообще я сначала думала, что я буду рисовать какие-то дизайнерские картинки, там цветочки, листики для стоков, и буду вполне с собой довольна, и я этой темой занималась, долго у меня не получилось, ну, как-то зарабатывать на этом, я чувствовала какую-то неестественность, что нужно какие-то тренды соблюдать, ну, да, есть такое, и как-то у меня это не пошло, и как-то противоречие было свое, и я начала что-то сюжетное пробовать рисовать крайне примитивно, но как получалось, понемножку, по чуть-чуть, вот, и в какой-то момент меня это сильно захватило, я поняла, что я хочу больше какие-то сюжеты, истории делать. слушай, вот, здесь три недели, то есть, вот, с каким количеством людей ты, вот, там, виделся? все, кто есть в этой комнате, то есть, и все, да? ну, и люди, которые попадаются на улице, я к ним подхожу, махабатам, да-да-да-да-да, цеса, практически. слушай, получается, ты в основном все это время проводишь сауну, да? А сколько лет вы вместе, если не секрет? Мы 12 лет вместе. 12 лет? Да, два из них в браке. Офигеть, 12 лет. Обычно всегда бывает такое, что у мужчин-художников, ну, вот, вот у меня какой-то такой опыт, у мужчин-художников, там, ну, один человек в семье это художник, другой вот какой-то такой вот программист, условно говоря, один креитор, другой более какой-то вот рацио, который вот как-то, это вот, ну, какое-то дополнение такое вот происходит, который вот всю, всю вот эту креативность как-то вот так вот, вот как-то обрамляет, и вот как-то вот, или наоборот, как бы служит как раз вот тем, чтобы этот хаос не развалился. Ну, вот как-то вот, не знаю, это какая-то, наверное, больше психологическая история, но вот у меня постоянно. Жена-художник, муж-программист, жена-художник, муж-там, 3D-шник по каким-то, не знаю, по текстурам, например. Как у вас два художника, это же прям вообще, то есть, как вы выживаетесь? Слушай, это прям, на самом деле, творческий хаос, мне кажется. То есть, это творческий хаос помножен на два? Да. Получается, что так. Постоянно креативен, вот постоянно что-то приходится разгонять, что-то обсуждаем. Что-то вместе посмотрел, ну, какой-нибудь фильм, там, сериал, ты вместе сразу же обсудил какой-то, как-то это выглядит по-живому, по-творчески. То есть, получается, ну, вы как команда выступаете, то есть, вот люди, которые там, ну, действительно умножают, умножают свои скиллы. Только так. На самом деле, я практически, не практически, каждую свою работу, у меня оттестит ее Алла, говорит, понятно, непонятно, что исправить. Я такой, да не надо исправлять. она уйдет, и где-то через пять, ну, ладно, исправлю. Действительно, так будет лучше. Я к ней тоже подойду, что-нибудь там скажу, она такая, все. И потом тоже подойдет, ну, что-нибудь подправит, или наоборот, оставит как есть, но это прям, будет тоже жест такой, что нужно оставить, было так, как она хочет. То есть она, она как арт-директор у вас в, ну, в тандеме. Это взаимно, будто бы я ее что-то там добавляю, она меня что-то добавляет. Офигеть. Творческая. Очень, очень по-равному это выглядит. Слушай, а как, как это вообще, вот два художника вместе? Я вот вообще не представляю. То есть, у тебя есть какие-то творческие амбиции, у Вани есть творческие амбиции. Как это вообще, вот как это взаимодействует? Какая-то командная, что ли, история? Ну, наверное, командная. У нас есть небольшой такой иньян, я, может, тоже чуть больше технического склада ума, он более креативный, но мне почему-то кажется, что... А, он не сказал. Ну, он не хочет говорить при мне, что он более креативный. Возможно, он так и не считает. Это я так считаю. Не, ну, в этом, в этом, в принципе-то ничего, ничего нет. Мне кажется, что это такие вещи, которые просто развиваются. Мне хочется на это искренне верить, что если ты над этим работаешь, если ты практикуешь какую-то осознанность, наблюдательность, много читаешь, смотришь, и это все в тебе растет, и ты постоянно рисуешь и креативишь. Просто Ваня этому много времени уделял, а я не особо, я больше там училась, и какие-то, может, технические моменты изучала. поэтому, ну, не знаю, я не вижу никакого диссонанса в том, что два креативных человека вживаются. Мне кажется, это, наоборот, очень здорово, потому что мы друг друга очень хорошо понимаем. Да, я примерно так же всегда и думал, что классно, вот как такой комьюнити художников, как люди, которые, они же лучше других понимают друг друга, поэтому, поэтому, конечно, это сделать. Очень легко поставить себя на место своего партнера и понять, о чем он думает, что он чувствует в этот момент, и как-то тут, наоборот, больше единения в этом мире. Слушай, а как вот 12 лет, как быт вообще? То есть, не знаю, художник, он сидит, сидит, постоянно рисует, и вторая художница тоже сидит, постоянно рисует. То есть, вы как-то там распределяете, то есть, типа, так, сегодня я там все там делаю, там, по дому, завтра. Нет, ровно пополам. А, это вообще командная, стопроцентная игра? Да, иначе не получится. Офигеть. Когда кто-то что-то начинает, чуть больше делает, появляется какая-то, даже легкая обида, лучше делать все поровну, и вообще никаких проблем не будет. Офигеть. С этим. И с уборкой, и готовкой, и прогулкой, и с собакой даже гуляем. А по утрам, я по вечерам, днем вместе, все равно в балансе. Ага. У художников всегда есть какой-то вот, ты говоришь, какой-то вот момент нарциссизма, и это, в принципе, нормально. То есть, вот, как бы, когда, что художнику важно, важно привлекать к себе внимание. То есть, что он вот, смотрите, вот это мои картинки. Все, вау, вот это охренеть, чувак, это очень круто. Вот, и, например, и художник такой. Спасибо. Ну, например, да, когда, вот, например, два художника, не возникает ли какой-то, ну, так вот, просто, какой-то конкуренции за внимание? Еще нет, но, Ала стремится. Я думаю, в скором времени будет. Именно, если конкуренция в цифрах, да, в инстаграме, в каких-то дополнительных проектах. Да нет, просто, просто даже она, это больше про абстрактную какую-то такую историю. Что не про цифры, там, не про соцсеть, а просто, вот, типа, вот, что это за фигня? Типа, я же, я же тоже, там, там, не знаю, художник, там, не знаю, там, вот, ну, я не знаю, как это, как это правильно описать. Ну, не возникает ничего такого, да? Мне кажется, это связано с тем, что мы рисуем, у нас разные референсы, разное то, что мы, ну, приносит нам удовольствие, допустим, рисовать. Я действительно люблю какую-то, чертовщинку, Алла любит сказочную чертовщинку, у нее более такая книжная графика, у меня более, пускай, скажу, легкое граффити какое-то, что-то такое динамичное, комиксовое больше, то есть, поэтому у нас параллельные. Я понимаю творчество и люблю то, что и она делает, и той референсы, которую она использует, но им подражать, и, допустим, я не хочу, то есть, это не является зоной моих интересов. У меня другие интересы, поэтому у нас нет каких-то конфликтов творческих, что мы выложили что-то, мы даже как-то участвовали в конкурсе, допустим, Character Decision Challenge, несколько раз, классный конкурс для этих художников, можно прорекламировать? Это не мое, естественно, это какая-то там американская 3D Total издательство, у них есть еще много разных подразделений, одно из них занимается вот как раз этим конкурсом. Каждый месяц новая тема. Допустим, в прошлом месяце какие-то клоуны-убийцы были под Хэллоуин, в этом месяце я уже не помню, как что-то с собаками это связано, по-моему, собака-путешественник, и там участвуют очень от топовых художников, крайне топовых, до тех, кто хочет только себя попробовать в этой индустрии, как она там персонажа создать, не каждый же создает персонажей, это очень интересно может быть. И каждый месяц, если ты будешь участвовать, это классно, кстати, подспорить для развития, ты смотришь, что другие на эту тему думают, и ты. Так вот, мы с Аллой, может быть, несколько месяцев участвовали в одной теме, и, естественно, это абсолютно две крайности, две разные абсолютно иллюстрации, что у нее, что у меня. Тут не может быть такой конкуренции за внимание или конкуренции каких-то конфликтов не возникает. Просто два разных творческих человека. нет ли какой-то вот там конкуренции или там не чувствуешь иногда блин, вот я бы тоже хотел, например, вот как-то вот типа, блин, вот классно, вот я за него вот по-честному рада, потому что это мой человек. Блин, ну тут еще бы вот. Слава Богу, меня немножко тянет в другую, в другое направление, в другую сферу рисования, поэтому, конечно, есть у меня такое, что вот вроде одного возраста, у него уже такой достаточно большой багаж, я как бы ощущаю себя на начальном этапе, есть какая-то такая, не знаю, зависть, ну может быть отчасти. Ну какая-то добрая, какая-то такая вот, ну какая-то такая, ну мотивирующая история, которая вот ну может быть и дети и как бы об этом расстраиваются, а можно просто, я просто стараюсь прийти к какой-то искренности, заниматься тем, что мне нравится, и какой смысл завидовать другому человеку, у него свои мысли, свой опыт, у меня путь немножко дольше получается, ну что, это неплохо. тогда давай так, секрет многолетней, многолетней жизни вместе, 12 лет, это просто охренеть, у меня все мои друзья уже с детьми, они уже развелись, уже второй раз женились, вот реально, вот 90% всех чуваков такие просто, просто такие, азат, она просто не выноси его, ну там, я думаю, там с двух сторон все это всегда бывает, как бы это же не одна какая-то история, но как бы вот факт, факт фактом, вот как бы все там друзья из детства уже там, все там уже пошли, как бы там, во сколько-то там, не знаю, в 20, там с чем-то, там, женились, высказали замуж, там, и вот, вот как бы там пошли, пошли дальше, то есть вот у многих, мне кажется, вот по статистике у большинства они складываются, как вот, как вот секрет семейного счастья? Ну, возможно, если люди, которые 20 лет вышли, там, замуж, венились, завели детей, развелись, и потом завели новые отношения, возможно, следующих отношений как раз могут быть лучше, если они научены опытом первых, то есть, возможно, у них опыта и ответов больше, чем у меня, у меня, естественно, мой один, ракурс, одна моя жизнь и свои представления какие-то на жизнь я пытаюсь пытаюсь им следовать, то есть, у меня у всех тоже из знакомых все практически развелись, расстались, в семье у меня тоже, среди родственников тоже все у всех ужасно все, и поэтому мне даже хотелось понять, а возможно ли это сделать? Может, я никакие литературы, ничего не читал, просто со временем, естественно, мы пока притирались, ты какие-то для себя алгоритмы правильных отношений пытаешься выработать и потом их следуешь и в итоге все рано или поздно сводится к единственному алгоритму, если ты о чем-то задумал, надо сразу это обсудить, вот абсолютно честно, абсолютно без каких-то увиливаний, просто в лоб говорить то, что у тебя в голове возникло, прям не оставлять на потом, когда эта мысль у тебя, допустим, какая-то противная начинает развиваться, начинает пускать корни, ты заранее сразу скажи о том, что у меня возникла такая мысль, и мы эту мысль потом обсудим и как-то решим, может, улучшим нашу жизнь тем самым. Поэтому все, плюс, если уж совсем откровенно говорить, мне кажется, отсутствие каких-либо соблазнов извне, мне кажется, очень сильно тоже влияет на жизнь. Мы живем вместе, вдвоем постоянно, и у нас, то есть мы друг другом питаемся буквально, то есть нам очень нравится находиться вместе, а когда люди приходят постоянно на работу и процентов 90, ну не 90, 90-ти дня проводят на работе с кем-то, потом в транспорте вечером приходишь, привет пока поцеловал, легли спать, вы уже вместе уже времени проводите, вы просыпаетесь и уходите дальше на работу, то ты получается 90 времени приводишь времени не со своим любимым человеком, с кем ты живешь, а там 80 от этих процентов, у каждого есть опять же та самая потребность любви и внимания и ты находишь эти 80% тех других людей, которые тебе дадут это внимание, которое ты хочешь и ты уже начинаешь сам для себя путаться, зачем тогда я живу с тем человеком, который допустим мне 20% вот времени мне дает и тот какой дает после работы допустим уставший, опять же мы берем по шаблону моих родителей наверное больше того поколения, сейчас многие дома фрилансеры работают, сейчас можно так это и не выглядит, поэтому я думаю добрая доля успеха нашего брака в том, что мы постоянно вместе находимся и поэтому сразу если что-то происходит обсуждаем. У нас единственный какой-то и тоже не до конфликта остался по поводу вот ее, по поводу собаки. Алла говорит, нужно на мясе, на мясе, не на мордник, то есть она нас питается натуралкой и она, когда мне это объясняет, мотивирует, ну что это дает для собаки, я такой точно надо питаться мясом, это прям идеально, она же волк, она же дикое существо и нужно питаться мясом. Потом бац, и какой-то, ты же не знаешь, не проконтролировал мясо, она каким-то кусочком там отраванулась, денек поболела, я этот денек только нервничаю. Почему именно мясо? Потому что, когда ты таешь сухой корм, гранулы, там каждый гранул, ну не отравится ни за что, это невозможно. Поэтому, типа, большинство ветеринаров советуют именно этот момент. Но умом я понимаю, что именно то питание, которое Алла предлагает, оно лучшее. Просто я нервничаю, когда что-то происходит не так. Это единственный полу какой-то конфликт, который может у нас пока возникнуть. В остальном вообще все обсуждаем. Вообще сложно, сложно с художником. Особенно, когда был ковид, там все время, там 24 часа, 24 на 7. Мы начали жить, работать вместе дома гораздо раньше ковида, поэтому уже привыкли. На самом деле, даже я переживала, когда уходила с работы, что мы будем с ним все время, не знаю, спорить, ругаться. Но наоборот, наоборот, как-то даже лучше стало. Наоборот, как-то и графики больше начали сходиться, и какой-то вот этой послерабочей усталости нет, какой-то, негатива меньше. Хорошо с художником, почему нет? Мне нравится, мне нравится, что он такой живой, открытый миру, интересующийся. Это же здорово. мне важно, например, иметь какое-то свое пространство. Я знаю, что, например, очень часто, когда ковид случился, наоборот, ну, кстати, да, как правильно ты говоришь, люди поняли, с кем они вообще живут. ну, то есть, потому что, так, в основном, там работа, еще что-то, но очень часто это срабатывает, как какой-то громоотвод и какой-то момент такого отдыха друг от друга, потому что часто, действительно, бывает сложно, сложно постоянно, там, 24 на 7, там, находиться двум людям вместе, поэтому я прям, там, офигеваю, как, ну, вы крутые, конечно. Ну, и последний, нара галочка, наверное, просто тоже повезло. Ну, как ты говоришь, совместимость. Какая-то есть, тоже отрицать не буду. Как вообще обычно, вот, там, ведешь, есть ли у тебя, ведешь работу над заказом, есть ли у тебя какой-то четкий, четкий пайплайн по этому поводу, или тебе присылают бриф, и ты работаешь по, ну, там, по ТЗ, условно говоря, вот, там, надо сделать, там, сначала один скетч, потом, там, еще один, там, утвердить его, и так далее, да. Нет, так же скетчи, все это утверждаешь. Иногда просто тоже советов, сейчас ты начал говорить, понял, что нужно всегда делать немножечко больше, чем просят. То есть, тебя какой-то попросили ТЗ, если возникла какая-то идея к этому ТЗ, надо же всегда его набрасывать. Лишнее никогда не будет, а свою заинтересованность в проекте и каких-то дополнительных творческих амбициях ты заявишь, и заказчику он в голове это будет иметь как галочку. Иногда могут дополнительные заказы так прилететь. Поэтому нужно всегда быть в таком творческом тонусе, постоянно что-то креативить, даже внутри какого-то заказа, который тебе дают. Ну, то есть, условно, если ты даешь, даешь людям чуть-чуть больше, они это чувствуют, и они это, ну, больше ценят, ну, в том числе. Да, всегда есть польза от этого. Ну, да. А про пайплайн, то есть, ты сначала, ну, условно говоря, делаешь эскиз, потом, не знаю, еще один эскиз, для тех, кто еще, например, не в индустрии нас смотрит, как проходит этот процесс? Ну, всегда получаешь, допустим, у меня обложки, комиксы, карточки, куча анимаций, это все разные, но если говорить, как-то это все обобщать, попытаться, то ты получаешь ТЗ, иногда точное, иногда не точное, когда точное, это на самом деле проще, ты нарисовал, что тебя ждут, один эскиз иногда можно отправить, можешь работать пока над вторым, если ты не уверен над первым, но обычно могут ты уже по первым принять, сказали, ну, сказали, работай над этим, и тогда ты довольный, продолжаешь из скетча, делать сразу финальный вариант какой-то работы творческой, арт-объекты, там, не знаю, карточка, опять же, если, или обложка, отправляешь, и все, там, на самом деле, на этих этапах уже правки могут не быть, очень редко, когда какие-то просят изменения внести, в этом отношении, да, процесс такой поставлен на рельс, одно и то же, одно и то же, эскиз, одобрение, финальная работа. А были, были когда-нибудь такие заказчики, которые просто, с которыми ты вообще не будешь работать, которые тебе там правки, 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 и просто ты понимаешь, что это вообще какой-то бред? Да, есть. А, серьезно? Да. Ну, мне от них вообще сложно отказываться, ну, и то я уже последний раз отказался, там проект над диснеевской книгой, я делаю лейауты принцесс, я ненавижу принцесс, всей душой и сердцем, но я давно уже начал, это там серия книг, и они постоянно типа, либо пересдают, либо делают какие-то новые, старые книжки, новая обложка, и они из года в год такие, Ваня, пожалуйста, очень сильно нужно, чтобы ты делал лейауты эти, я такой, я не могу, я не могу, очень надо, мне агент просят, там еще дополнительные агенты просят, очень надо, я такой, все, ладно, соглашаюсь, понимаешь, что это сделал зря, буду себя ненавидеть, там, допустим, 7 обложек, сделал, лейаут, это как набросок, сделал 7 набросков, отправляешь, первое, супер, спасибо, через 2 дня, вот правки, ты такой, хорошо, и ты причем, когда читаешь правки, очень нужно быть в контексте времени, в котором мы сейчас находимся, я это, нет, я это расскажу, я делал обложку для белоснежки и 7 гномов, мне пишут в ТЗ, только, пожалуйста, не рисуй 7 гномов, я такой, подождите, мы делаем обложку для белоснежки и 7 гномов, не рисовать гномов, он такой, да, ты все понял правильно, я такой, хорошо, потом только пишет, а еще не рисуй, что белоснежка спит в гробу и гномы вокруг, я такой, так это важный ключевой момент, когда принц целует, сейчас так нельзя делать, ты такой, хорошо, подожди, у нас обложка без ключевых каких-то сцен, а просит каких-то набор сцен туда включить, если вы смотрели белоснежку, то вы знаете, там не так много сцен, в которые можно включить какие-то ключевые, естественно, там ведьма с яблоком, иди сюда, потом там ведьма с каким-то ларцом, еще дополнительные объекты, потом ты просишь, тебе просят нарисовать обложку Муаны, ты рисуешь Маори, там второй персонаж, это который, на самом деле, полюбили больше, чем Муану, и ты рисуешь его, ну, плюс-минус одного размера с Муаной, потому что он тоже главный герой, а тебя просят, его убери, пожалуйста, просто, то есть тебе, ты рисуешь обложку, по идее, для книжки, но ты обложку в контексте времени должен понимать, что сейчас важно для людей, для индустрии, даже если ты рисуешь обложку, допустим, принцессы и лягушки, это вообще особенная тема, то есть там должна быть, она прям очень главная, злодей какой-то маленький уходит на очень второй план, сказали, лягушку не рисуй, представляешь, принцесса и лягушка сказали не рисовать лягушку, я такой, почему, пожалуйста, объясните мне, я не понимаю, а это что-то вот в контексте времени, потому что, прошу прощения, видимо, она не должна целоваться или находиться рядом с лягушкой, ну, вот, Тиана, принцесса, я не понимаю этого, мне это объясняют, и эти правки могут идти бесконечно, то есть они знают, что они делают, они делают абсолютно, они какие-то делают тренды, которые сейчас могут быть, не все принимать, но они каким-то образом двигают прогресс, творческий, потому что, если посмотреть мультик 101 Далматинец сейчас, и ты смотришь, как он общается с женой, со своей девушкой, ты такой, так бы сейчас не стали общаться, что-то как-то там уже по-другому фразочки он вворачивает, как-то по-другому себя с ней ведет, просто это уже не даже не профдеформация, это то, что сейчас, как тут контекст времени, они сейчас старые свои мультики вставляют в плашку в начале, какие-то неправильные стереотипы, которые они там использовали, они за них извиняются. Нравишься ты, идея к вам покалочке. Все, ложись, ложись, покажи, какая ты умная. Ну, конечно. Что думаешь про будущее художников? Нужны ли будут художники через 10 лет? Конечно нужны. Что думаешь про нейросети? О, классная тема. На самом деле, мне тоже нравится про это рассуждать. У меня есть тоже творческие, паникующие люди. Так. У меня есть ребята, на которых я подписан, которые раньше рисовали, ну, прям как нейросети. Очень похожий стиль. Ну, вот когда фотографии одну на другую накинули, какую-то текстуру, и выглядит то, как сейчас нейросети делают. Очень похоже. Ему даже там типа писали, а это ты в нейросети делал? Он такой, я живу в ужасное время. Берет эти комментарии, копипастит и говорит, как ему сейчас не очень приятно эти комментарии получать. Но, если говорить про других художников, я сейчас наоборот больше как-то даже расслабился, что сейчас все больше уходит в смыслы, а не в то, как это выглядит. То, как выглядит, естественно, важно, но ты, допустим, сейчас, когда работаешь даже иногда над анимационным проектом, ну, нейросеть не сделает ничего для анимационного проекта, того, что может сделать пока что, по крайней мере, говорю про сегодняшний день, может, даже ближайшие лет 5-10 точно, что может сделать художник. Это сознательный рисунок. Все пропорции, в котором что-то, каждая пропорция что-то дозначит каждого персонажа. Вот таких сознательных проектов. И когда, допустим, ты смотришь уже картина, уже сейчас нейросети, которая там вдали, называется, прошло много времени, как она запустилась, ты уже отличаешь, ты уже видишь, ты уже смотришь, и тебя уже, во-первых, это никак не вдохновляет. Нет никакого вызова, нет никакой-то чертовщинки, нет никакого недостатка, который может нести только человек сейчас. Человек – это не про совершенство зачастую. Человек – это про поиски, человек – это про, вот когда мысль, идея горит. Пока эта машина, то, что она выдает, как в фильме «Я робот», это рисунок, и он красивый, но когда сейчас все машины могут это сделать, надо куда-то просто идти чуть-чуть дальше, чуть-чуть в другом направлении. Тебе не нужно повторять, что может сделать машина. Но, опять же, если мы говорим про какую-то самореализацию, если тебе нравится рисовать, то тебя кто-то вообще остановит. Если тебе нравится рисовать так же, как нейросеть, то тебя никто не остановит, ты дальше продолжаешь рисовать. А вот сможешь ты этим зарабатывать или нет, это уже другой вопрос. Многие, возможно, немножечко нужно будет переделывать свои какие-то наработки, стили, направления. Именно продавать себя как творческую личность, которая мыслит. Про это я говорил, что нужно всегда рисовать чуть-чуть сверху, чем тебя просят. Нейросеть пока, мне кажется, такого не может дать. Я верю в творческую, короче, огонь человека творческий. Ну, то есть, условно говоря, вот это вот арто по твоим каким-то вот таким прогнозам, какая-то часть такая, ремесленная, где надо нарисовать там домик, просто у которого будет там не две бочки рядом стоять, а там три бочки рядом стоять, чтобы там апгрейд какой-то сделать, ну, не знаю, для какой-то казуалки. Это будет делать, условно говоря, там не художник, а нейросеть. Правильно? Она будет что-то упрощать, это тоже как инструмент. То есть, ты правильно пользоваться, почему бы и нет? Но, говорю, как ты, как художник, ты от этого не должен страдать. Ты можешь просто это дополнительно как кисточку использовать. Станет ли меньше художников нужно? Вот сейчас, например, каждый художник там вот работает, там вот каждую там иконочку, все это там, не знаю, рендерит, и все это рисуется вручную. То есть, будет ли такое, что, например, какую-то самую простую работу заберет, заберет, например, там нейросет? Или все равно нужен будет какой-то оператор, который будет говорить там нейросети, и как это делать? Ну, хотя, если будет оператор, значит, КПД будет выше, и вместо двух художников нужен будет один. Точно так, как ты сейчас говоришь. Естественно, будет меньше художников, просто тебе нужно... Но будет больше хороших художников. Или меньше хороших художников, потому что за них все рисует нейросеть. Нет, будет больше хороших художников, в них будет больше нужды, но те люди, которые, опять же говорю, чуть-чуть не ставят себе вызов, который как раз легко будет заменить, им просто это дополнительная мотивация развиваться. То есть сейчас действительно, если есть какая-то конкуренция с этими нейросетями, тебе нужно что-то просто поменять в своем творческом пути. Это означает, что ты не сможешь творчески реализоваться. Ты все еще нужен. Просто теперь нужно немножко в другом направлении двигаться. Ну, на самом деле, ну, зачем тебе эти, если ты, например, с бочками, эти бочки рисовать, когда их реально нейросеть будет? Рисовать эти бочки? Тебе не нужно это делать. Иди куда-то в другом дальше. Что можешь ты еще сделать, чего нейросеть не может? Я думаю, это просто дополнительный вызов. Даже как-то больше запало, развиваться есть. Действительно, я сейчас даже как-то стараюсь упрощать рисунки. Тем более, все на время. Не надо сейчас каждый рисунок очень долго, там, день, два, три рисовать. Это какой-то рисунок. Есть идея, мысль, ты выразил, пошел дальше. Опять же, у всех разные цели. С рисунком, если ты хочешь помедитировать и прорисовать очень сильно, там, все тенюшки, все головы, все рефлексы, то на здоровье. Это просто вопрос в том, как ты сможешь это монетизировать. Творчески, ты можешь выкладывать в интернет все, что хочешь. А на этом зарабатывать, это уже вопрос про это нейросети. Заберет ли она у тебя заработок? Это уже, короче, в другом направлении мыслить надо. Ну, опять же, получается, ты до этого сказал, что куда сейчас двигаться художникам? Им необходимо выстраивать личный бренд, им необходимо становиться интересными для других людей и делать что-то, как автор. Вот, например, взять того же самого Ким Джунги. Мне не нужна книга нейросети, например. Мне нужна какая-то вот, мне нужно ощущение причастности к вот этому великому мастеру. И я покупаю именно его книгу, потому что это книга Ким Джунги. Например, даже если там какая-то нейросеть будет создавать там ее картинки, ну, картинки в стиле Ким Джунги, да мне плевать вообще. Ну, то есть, мне не очень интересно. То есть, мне интересно вот именно сам вот этот вот процесс, вот как, вот как он это все там рождает, как человек это может сделать, потому что, ну, машина, да, наверное, там много всего может но вот этот вот момент того, что, как это может быть, там, если есть возможность какая-то пообщаться с этим там великим каким-то большим мастером, то я буду просто, просто счастлив. И мне кажется, вот этот вот момент художников, у которых очень серьезный личный бренд и очень, ну, у которых очень такой высокий там и скилл, и навык, и какая-то способность отличаться от других, мне кажется, вот таким людям вообще пофиг, ну, то есть, вот, хоть там искусственный интеллект вообще все будет делать. Чуваки, стайлеры, такие прям интересные, классные, вот мне кажется, вот куда-то вот в сторону стиля вот, надо бы двигаться, потому что многие ремесленные моменты, да, будут, наверное, заменены, хотя, с другой стороны, как бы, да, например, вот люди приходят, приходят учиться в самом начале, в любом случае, это все надо, вот, все, все, все надо уметь делать, как бы, надо через это пройти, потому что без каких-то баз, без мастерства, ну, не получится выйти на какие-то, ну, по крайней мере, если мы говорим про реалистическое искусство, да, не про, ну, какую-то абстракцию или какое-то современное искусство, то есть, если мы говорим про реализм, то там ты по-любому должен там понимать примерно, хотя бы, там пропорции головы, там как кисти там рисуются и так далее, какой-то, какой-то совет может быть художникам там ожидать. Просто тоже сейчас на мысль мне навел, когда появилась компьютерная графика, так активно, люди, которые раньше занимались аниматроникой, поняли, что у них закат, их карьеры, у них было очень мало заказов, то есть, аниматроника, это когда механическая, допустим, динозавр, компьютерная графика, стали все заменять, это было, естественно, дешевле, это было проще, это было эффектней, зритель как раз был очень, у него было востребовано, чем больше компьютерной графики на экране, тем лучше, они были прям поглощены тем, как побольше компьютерной графики впихать в этот фильм. Мне кажется, сейчас, может быть, я наблюдаю больше даже откат, наоборот, если ты видишь что-то настоящее, какую-то аниматронику, фильм с минимумом спецэффектов, вот как вот в этом году Том Круз победил, больше полутора миллиардов собрал его Маверик, Топ Ган Маверик, там минимум компьютерной графики, один, возможно, не в один, а самый кассовый фильм этого года. наоборот, какой-то есть, опять цикл проходит, сейчас люди за чем-то настоящим приходят. И как бы нейросеть не развивалась, люди, рано или поздно, если сейчас какой-то будет небольшой отток потребностей художников, ремесленников, им опять все равно потом, рано или поздно вернутся. Но это не означает, что ты должен ждать, тебе надо дальше развиваться. Так что, просто всегда нужно искать способы самореализации творческой. Не надо думать, что кто-то тебя чем-то заменит, действительно так, путь каждого человека отдельный. Ким Джан-Джи был в свой путь, у, допустим, Майка Миньолы тоже в свой путь. Их никакая нейросеть точно никогда не заменит. Слушай, я очень круто сказал, прям здорово. Я думаю, на это можно, я думаю, на это можно закончить. Прям классно, классно пообщались. Спасибо тебе большое. Да, и друзья, для наших подписчиков, если вы хотите стать спонсорами нашего подкаста, рекламное место свободно, приходите и подписывайтесь на канал, жмите лайки и до скорых встреч. Пока. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Круто, слушай, прям, прям, по-моему, очень динамично и вообще весело. Да даже ничего обрезать не надо, все так вот просто сплошняком. Я прям подзарядился вообще, офигеть.